привет народ и добро пожаловать на канал garbage life меня зовут игорь и я увлекаюсь разработкой и сборкой водородных генераторов наверно вы уже подписаны если нет обязательно подпишите потому что я показываю довольно интересные конструкции на мой взгляд если вы также считаете прожимаете лайк сегодня речь пойдет в нашем видео о тесте генератора 4.1 к сожалению в прошлый раз не получилось ибо наш блок питания сгорел а новый я еще не получил я решил подключить на генератор а значит к лабораторному блоку и задав буквально незначительно там пару с небольшим вольт и в районе 5 ампер замерить выработку газа при разных излучениях это ультрафиолет и ультразвук и посмотреть при каких условиях вырабатывается больше газа конечно из-за того что генератор я не до конца герметизирую он еще чуть подтекает ну на самом деле мне кажется не особо влияет на цифры тем более что обязательно в следующих тестах я хочу увеличить мощность то есть когда уже приедет блок питания на 48 вольт и там сколько-то ампер я не знаю ну наверно под 15-20 нужно ампер мы сможем замерить количество газа уже в полную мощность а пока такая демо версия влияет ли ультразвук и ультрафиолет на выработку газа при процессе электролиза я думаю очень интересно будет ну и конечно если у вас какие-то вопросы будут предложения или претензии потому что на самом деле многие мои видео как-то комментирует мол ты делаешь это не так ты делаешь это не то пишите пишите а я всегда читаю комментарии и предлагаю приступать к тесту заранее простите там за мою маленькую грязную мастерскую но она мастерская порядка там пока нет поехали ну что друзья приступим наш генератор версии 4.1 уже подключен напомню для тех кто не в курсе у этого генератора внутри стоит ультразвуковая платформа который колеблит на приблизительно если не ошибаюсь 1 и 7 мегагерца также предусмотрел два воздушных кармана один в процессе будет микроволновое излучение получать ну пока я не получил магнетрон и не готов провести эксперимент а на сегодняшний момент во втором отверстии уже стоит ультрафиолетовая лампа которая большим диапазоном продает ультрафиолетовые лучи от генератора по трубке газ будет поступать в бутыль причем бутыль я собрал сам взяв за основу емкость которая продавалась в икее мне подарили он не стал без дела и я его аккуратненько переформатировал в бутыль вульфа то есть это принципе аналог этого бутыля начинаем замер ставим 224 вольта и 5 ампер сейчас у нас пошла выработка газа электролиза без дополнительных каких-то воздействий ультрафиолетом и ультразвуком значит мы включаем пошли пошел бульканье то есть у нас здесь получается чуть больше 10 ватт и поставил значит мерничек кран заранее когда я включил видео и начал уже процесс запуска кран был заранее открыт то есть он там капал но буквально незначительно то есть в принципе конструкция почти герметичная хотя слева и немного подкапывает но с учетом того что у нас бутыль вульфа не особо тек значит приблизительно у нас ну не сказать что вакуум где-то там подкапывает но более-менее будут точные условия и и что мы видим при 10 ваттах при 10 ваттах у нас почти набралось 100 миллилитров то набегает потихонечку но даже легче и интересней чтобы вдруг ничего там не повредить ничего чтобы не бахнула все делать именно на малых оборотах ну то есть буквально там на 10 ваттах произвести замер тем более он задать сейчас не стоит выработать до хрена при электролизе у нас стоит задача сравнить условия электролиза обычного электролиза с ультрафиолетом электролиза с ультразвуком и также электролиза ультрафиолета и ультразвука прошу заметить что цифра которая сейчас была на телефоне минута 30 секунд то есть 100 миллилитров мы набрали с вами за минуту 30 секунд теперь значит мы включаем ультразвук и смотрим что будет ну не сказать что что-то заметно главное сейчас посмотреть на цифры за какой период мы наберем 100 миллилитров то есть визуально в принципе не сказать что слишком много начала вытекать из бутыля но явно как-то поактивнее пошустрее с ультразвуком а вы как считаете ну да подбираемся подбираемся медленно к 100 миллилитрам так 10 15 20 до вода немного колышется за счет того что она капает 26 так и теперь врубаем это все дело с ультрафиолетом то есть ультразвук выключили посмотрим ультрафиолет влияет ли на выработку газа в процессе электролиза лампа сама расположена вокруг трубок за счет этого волны должны спокойно проходить и в принципе контактировать с анодом и катодом значит также замеряем то есть все то же самое 224 вольта и 5 ампер выработка идет процесс электролиза идет главное конечно эту лампу не смотреть глаза можно повредить как с добрым утром я в первые эксперименты а довел эту ситуацию до того что пришлось ехать в больницу потому что свечения от этой лампы довольно радикально и так и что же мы видим 56 секунд 57 ну да да скорее всего лишь результат даже будет как в ну да как в первом варианте то есть у нас получается при значит обычном электролизе полторы минуты 100 миллилитров при электролизе с ультразвуком минута 25 или 28 я уже не помню и значит при ультрафиолете при ультрафиолете так так три минута 30 то есть в принципе при ультрафиолете аналогично как и без него то есть электролиз что с ультрафиолетом что без него показал один тот же результат при таком потреблении за такой-то период времени такое количество воды вытеснил газ окей есть цифры идем дальше и теперь самое интересное самое интересное сейчас мы обнуляем все это дело слили давление которое образовалось мы его слили чтобы устаканить внутри генератора с бутылем сразу сравняли давление для того чтобы теперь включить ультразвук ультрафиолет и электролиз одновременно то есть видите он так пока поэтому в принципе я думаю не особо криминально тут я думаю должно быть даже визуально будет видно если вдруг что-то пойдет не так но либо хуже либо лучше стартуем старт все таймер старт погнали смотреть ультразвук ультрафиолет и электролиз три процесса одновременно вроде также как в предыдущие разы на кстати пока процесс идет хотел сказать что я обязательно поставлю магнетрон и посмотрю как он влияет и я считаю что мне надо будет полностью герметизировать все снизу залить все к чертям эпоксидкой чтобы больше не протекал потому что немножко сбивает с толку образование а вот этих пятен снизу вы извините просто очень хотелось попробовать уже я полгода потратил на от самой идеи до реализации вот того что вы сейчас видите и думаю ну проведу хотя бы вот будет разница или нет если будет но круто значит герметизируем и повторим эксперимент и уже добавим микроволны и посмотрим о смотрите смотрите как потек прям то есть все до этого он капал а тут просто потек и мы причем смотрите за минуту 10 уже практически наполнили 13 14 15 охренеть получается ультразвук ультрафиолет в симбиозе дают показатель выше круто минута 22 но он там тек смотрите я выключил питание а пузырьки с газом еще идут за счет ультразвука может может быть ультразвука и ультрафиолета но процесс идет бульканье происходит хотя питание отключил блин это круто то есть по сути получается что волны влияют на процесс электролиза смотрите как активно идет кстати платформа расположена так что все трубки расположены именно над ультразвуковой платформой корпус не нагрелся он такой же ледяной хотя по идее он должен был уже подогретым но за счет за счет электролиза и за счет колебания микроволновой прошу прощения ультразвуковых пузырьки идут да и в целом если просчитать то показатель какой-то интересный то есть мы получили за полторы минуты 100 миллилитров всего лишь при 10 ваттах потребления это если говорить о процессе электролиза и при этом у карате более короткий промежуток времени у нас ушел на то же количество миллилитров но уже благодаря волновым колебаниям то есть мне кажется эту тему можно и дальше раскачивать и смотреть новые новые какие-то показатели то есть это был первый блин может быть сейчас кто-то из вас скажет что у меня этот блин получился комом но я хотя бы попытался этот блин собрать хотя бы попытался его реализовать и числа тоже интригует но согласитесь показатель 1 самого электролиза полторы минуты потом а чуть короче потом с ультрафиолетом обратно полторы минуты и в симбиозе ультразвука и ультрафиолета число гораздо интереснее 22 секунды вот да интересно ну как вам результат мне кажется что все-таки там какая-то ошибка есть небольшая погрешность за счет того что генератор подтекает но она незначительна и при условии что мы процесс замера осуществляли сразу же ультразвука ультрафиолета и его стандартная работа электролиза цифры разнятся разнятся но мне кажется в следующий раз когда мы будем замерять уже по самому огню визуально можно будет увидеть при каком процессе газа вырабатывается больше то есть просто тупо смотреть на язык огня и также у меня есть одна идея она ну она самом деле безумная она блин она невероятная но я вынашиваю уже больше месяца представьте себе что мы берем молекулу воды когда мы ее рвем разрываем на водород и кислород то вот образование этого газа можно перевести в механическую энергию и тем самым эту механическую энергию скормить на процесс электролиза тем самым увеличив выработку газа то есть понимаете мы берем газ который образуется образуется давление в процессе расщепления молекулы воды и преобразуем ее в механическую и эту механическую энергию мы можем тоже замерить и потом перевести обратно в электрическую и обратно в работу генератора мне кажется это отличная идея ну на мой взгляд потому что честно я с этой идеи не одну ночь проспал и это будет фундаментально как минимум попробовать не факт конечно что будет результат но по крайней мере вы видели что генераторы с ультразвуком ультрафиолетом кто-то собирал я попробовал я да можно конечно сказать что ни о чем результат но любой результат это результат и надо пробовать надо стараться ну и конечно я вижу что у вас подписчиков ребят становится больше кому это интересно и это круто значит я могу и дальше стараться создавать новые интересные конструкции буду стараться более оперативно выкладывать видео и снимать проводить тесты ну и спасибо вам за то что вы подписываетесь вас уже больше трех тысяч человек если захотите помочь ускорить процесс разработки конструкций я оставлю реквизиты ну все бывает мало ли может быть вы сопутствуйте мне и позволите там ускориться ускориться потому что при новой конструкции надо будет при новом генераторе надо будет большие вложения его даже вот этот генератор он не обошлось вприлично то есть корпус разработки трубки если что то этот генератор работает на трубках и и цифры у него конечно интересные дальше будет больше спасибо вам еще раз подписывайтесь пока пока